И к спортивным новостям. В рамках 21-х игр народного спорта в Айртаусском районе прошла областная сельская спартакиада «Север-2017». В ней приняли участие порядка 500 спортсменов со всей области. Состязания провели по четырем видам спорта. Репортаж Дениса Сивкова. Проведение зимней сельской спартакиады «Север-2017» давно стало традицией. 21 год подряд спортсмены из всех районов области собираются вместе, чтобы выявить сильнейших. В этот раз соревнования проводят в Айртаусском районе. Скорость, ловкость и выносливость. В течение трех дней борьба не стихала на спорт-объектах. В Саумалкольской средней школе номер два развернулись футбольные баталии. С первого места вышел Джамбульский район, в втором место вышел Казахский район. В другой группе играет Айртаусский, Вальханский и Танчинский район. Там, конечно, такая система получилась, что есть шанс у всех. Сейчас за очки борются команды Мамлюдского, а не в Желтом и Темирязевского района, в Белом. С самого начала темирязевцы открывают счет, однако их соперники спустя пару минут не только сравнивают, но и выходят вперед. Ворота Мамлючан защищает Риад Бегтимиров. Ему 20 лет. Соперник сложный. Мы долго готовились. Надеемся победить. В обороне есть какие-то ошибки. Стараемся эти ошибки исправить. В это время на лыжной базе проходит спринтерская гонка. В спринтерской гонке участие принимают по два человека. Каждый из них бежит по одному кругу и передает эстафету другому. В этом соревновании главное это скорость. Тот, кто придет к финишу первым, тот победит. Лыжники готовятся. Главное не проспать старт. За очки в копилку сборной борьба идет напряженная. Лыжники в основном идут коньковым ходом. Скорость развивают до 30 км в час. На спуске может достигать и 40. Преодолевают расстояние в три круга, каждый по 1500 метров. Сейчас в лидеры вырываются хозяева соревнований аэртаутсы. Кстати, в этой гонке у них лучшее время. Мы надеялись, что поборемся за тройку. И нам удалось. Сегодня трасса была сложная, особенно на виражах. Многие ломали палки, сегодня падали. И я рад, что мы сегодня выиграли. На следующий день в финальных поединках уже боролись конькобежцы. В шортреке сейчас соревнуются таиншинцы, аэртаутсы и жумабаевцы. Анастасия Калиниченко неоднократно становилась призером таких состязаний. И в этот раз ее сборная не опускает планку. Трасса была не сложная, довольно-таки легкая, потому что на улице тепло и лед достаточно хорошо залит. При входе на вираж это самый сложный участок. И главное, когда заходишь на вираж и выходишь из него, самое главное не упасть и не врезаться в борт. И на десерт самое зрелищное. Финал по хоккею. До него дошли спортсмены из Аэртауского района в синей форме и Макжана Жумабаева в красной. Кто победит, пока не ясно, однако уже с первых минут инициативу перехватили жумабаевцы. Хоккеисты начали с активного прессинга. Все три периода никому из игроков не удавалось забросить шайбу. И лишь в конце встречи красные добились своего. Победу одерживают жумабаевцы. У нас была очень сложная группа. Акаинский район, тяжелая была игра. С Бишкулем у нас тоже всегда сложные игры. Ну а финал, конечно, выдался у нас не зрелищным на голы, но зрелищным на события. Хорошо сыграли 1-0. Общикомандам зачете третье место завоевали жумабаевцы. Они получили сертификат на 100 тысяч тенге. Серебро и 200 тысяч у хозяев севера. Победителями сельской зимней спартакиады стали спортсмены из района имени Габита Мусрепова. У них сертификат на 300 тысяч тенге. В подарок от имени главы региона его заместитель Анархан Дюсенова вручила аэртаутсам ключи от новой газели за достойное проведение спортивного праздника. Следующая областная зимняя спартакиада «Север» пройдет в 2018 году в Есильском районе. Денис Сывков, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.